Вот он, директ-коммандер, в котором можно посмотреть все ключи. Вот сейчас у меня компания остановлена, хотя они работают вроде. Я просто не загрузил саму... Сейчас загружу, пардон, ребята. Параметры должны быстро загрузиться. Вот. И у них есть, в принципе, все данные. По этим данным можно... Здесь есть специально столбцы, и вы здесь можете с помощью галочек просто убрать, что вам вообще знать не надо. Например, там какие-то места в гарантии вам не надо знать, вам достаточно там три места в спецразмещении знать. Охват в РСЯ, ну, там в зависимости. Допустим, РСЯ мне сейчас не нужна, потому что я использую поиск, и мне в поиске, в общем-то, они вообще не сдались. Мне нужно использовать длину слов, мне тоже неинтересно, слова, минус слова, кстати, которые тоже можно убрать, то есть они мне здесь не нужны. Состояние меня не интересует, ну, если они у меня все работают, естественно. Ставка, она не уменьшается, не убирается же. Вот. Продуктивность, например, меня интересует, и все. Теперь я могу посмотреть, например, CTR. Вот есть ключи со 100% CTR, все замечательно у них, ничего не трогаем, просто смотрим, главное, чтобы ключи были нормальные. Дальше опускаемся, 30%, 27%, вот, 1,30%. Если у вас появляются ключи с CTR меньше, чем 1%, к ним стоит присмотреться. Вот, если вы в директ-командоре или здесь в статистике, вы находите рекламную кампанию, в рекламной кампании находите какой-то ключ, в котором не обязательно делать там один к одному, да, может быть, один ко многим, например, в рекламной кампании тоже такое бывает. И это не значит, что не работает, и значит, что все плохо. Нет. Один ключ, вот, здесь 11% CTR, если меньше 1% CTR, то с этим ключом надо работать. То есть, либо его нужно кавычить, ну, вот граффити на стене, но здесь его нет смысла кавычить, надо просто, сейчас посмотрим, с первого спецразмещения 13 рублей, ну, вроде все хорошо. Первое, второе, третье и так далее, то есть не надо ничего менять, здесь цена, ставка стоит явно выше, и все замечательно. Просто показав 77, кликов 1. Если показов будет еще больше и кликов не будет, то этот ключ можно либо убирать, либо этот ключ надо как-то видоизменять. Еще у этого ключа есть объявление, и это объявление тоже стоит посмотреть. То есть я могу взять сейчас граффити на стене, вбить в название своей группы объявлений, посмотреть вот объявление, граффити на стене, может быть, есть смысл переписать объявление и сделать что-то тоже с ним. Ну, потому что зачастую у вас проблема может быть либо с ключом, либо с объявлением. Теперь это вот с рекламной кампании на поиске. Если вы эти вещи делаете, то вот просто стандартно, да, смотрите CTR с помощью директ-командера, смотрите ключи и так далее, ваша рекламная кампания в 90% случаев у вас рекламная кампания будет заработать замечательно. А дальше уже вы научитесь разделять рекламные кампании, то есть убирать, например, из рекламных кампаний то, что работает, ну, как-то, ну, возможно, не так, то есть надо как-то по-другому. Во-вторых, вы, ну, кроме того, что разделять рекламные кампании, что еще вы обязательно должны будете научиться? Возможно, доискивать новые ключи, то есть еще зачастую такое бывает, что действительно у вас вроде все хорошо работает, но и кликов мало, и заявок мало, тогда надо еще посмотреть новые ключи. Возможно, просто ниша такая, тоже такое бывает, то есть вы надеетесь, что там будет 150 заявок, а на самом деле там три заявки, ничего больше сделать нельзя. Дальше, по поводу рекламной сети Яндекса. С рекламной сетью Яндекса, ну, тут вообще отдельная вещь. Первое. Сразу скажу, что не всегда нужно использовать, ну, во-первых, здесь никогда не надо использовать один к одному, да, здесь можно использовать один ко многим. Это точно то, что нужно знать. Второе. То, что вам нужно знать. Здесь можно использовать не всегда такие узкие ключи, там, например, 5-6 слов. То есть они есть, окей, нету, может, даже лучше. То есть хуже от этого не станет, ничего страшного. То есть можно использовать роспись стен, роспись потолка, роспись там еще чего-то. Главное просто собрать минус-слова, вот они, чтобы они были. Вот они. Вот, тут ключей как раз чуть побольше, вот авто, и здесь тоже вот авто, например, да, там ключи. Это как раз авто, которые, помните, я вам показывал, они как раз были лишними. Вот там появились холодные как раз, просто за счет того, что их надо убрать, потому что они вынесены отдельно. Ну, вообще можно, ну, ладно, не суть. Опять же, что делаем дальше? Дальше мы в рекламной сети Яндекс смотрим две вещи. Мы заходим в статистики рекламных компаний РСЯ. Можно так делать, можно делать с помощью, опять же, статистики по всем компаниям, вот этим, тем самым, мастер-мачетов 2.0. По поводу CTR-ов сразу скажу. Нет никакого минимального CTR-а в РСЯ. Ровно как и нет максимального CTR-а. То есть абсолютно все равно, откройте справку, прочитайте. Черным по белому написано в Яндекс.Хелпе, что в принципе CTR в рекламной сети Яндекса, он не влияет на цену клика. Зачем мы выносим рекламные компании отдельно? Мы их отдельно выносим, чтобы им, ну, собственно, во-первых, это исторически сложилось, просто потому что раньше нельзя было выставлять отдельные цены кликов. Ну, то есть плохо можно было, да и сейчас не очень удобно, только в процентном соотношении. В рекламных компаниях на поиске, по отношению к CTR, да? Ой, с РСЯ, извиняюсь. Мы хотим настроить просто отдельные цены кликов. Плюс мы еще, конечно же, хотим использовать свои уникальные метки и так далее, и так далее. И отдельную просто статистику по ней вести. Что нужно смотреть? Площадки. Площадки – это вещь, которая, наверное… Тут очень много, на самом деле, религиозных споров идет, стоит отключать площадки или нет. Стоит посмотреть, во всяком случае. То есть есть, например, площадки, да, например, News, Яндекс.Ру, где есть процент CTR 1.36. Есть погода Яндекс.Ру, где вообще 3.25 CTR. Что желательно тут смотреть? Возможно, стоит смотреть какие-то просто отвлеченные площадки, их удалять, ну, то есть ставить галочки, да, и запрещать показы на них. Но я рекомендую этим вообще не заморачиваться. То есть у вас либо РСЯ работает, либо РСЯ не работает. То есть отключать площадки именно в РСЯ в контексте медийной сети реально нужно. В самой рекламной сети Яндекса можно только проанализировать и посмотреть. То есть найти площадку, например, там, Health, Mail.Ru или еще что-то, и просто посмотреть, потому что модерация площадок довольно жесткая идет у Яндекс.Директа. Что еще нужно посмотреть? Если вы помните, ну, у многих, опять же, бомбит из-за этого. В РСЯ есть еще такая вещь интересная, сейчас подзагрузится, вот здесь вот, в скрытых расширениях. Во-первых, есть авторширение фраз, которое у вас может работать, не работать. Ну, в РСЯ, скорее всего, у вас он по умолчанию включен, нужно, естественно, пользоваться. Дальше, еще есть, например, галочка «Не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентов». Ну, тоже можно, например, включить, но 50-50. Тоже об этом я запишу отдельный урок, чтобы более детально было. Вот. И, естественно, настройки на тематических площадках «Не учитывать предпочтения пользователей». Вот эта вот галочка, которая уже, по-моему, свела с ума миллионы людей, всех рекламодателей. Стоит ее или не стоит ставить? На самом деле, для того, чтобы протестировать достаточно, нужно протестировать как раз, как у вас будет работать с галочкой и без галочки. Для этого просто стоит создать две рекламные кампании. Ну, просто сейчас в Direct Commander делается это легко. Вы можете нажать Ctrl-C и нажать Ctrl-V. Вот. Вы создаете рекламную кампанию, в которой вы можете просто взять и поставить галочку в одной, а во второй не ставить. И просто в одной рекламной кампании поставить одни и те метки, в другой – другие. И все. Рекомендую протестировать. Ровно так же, кстати, как и кто-то спрашивает, нужна ли минусовка в RSE. Вообще, по правилам Яндекса нужна. Если прочитать Help, вот я специально тут сидел один раз, писал одно видео, которое скоро выйдет, надеюсь. Оно сложное для меня получилось. Я решил прошерстить всю справку просто Яндекс.Директа по определенной тематике. И так зачитался, что очень было интересно. Но вообще, на самом деле, правильнее, например, в RSE минусовать ключи. То есть, брать все RSE рекламные кампании и между собой их переминусовывать. Что, в принципе, написано в справке. Но, как оказывается на практике, на самом деле, разницы нет практически никакой. То есть, цена клика не меняется. В большинстве случаев, опять же, не меняется охват аудитории. То есть, его больше не становится и меньше. То есть, там разница есть, конечно, в каком-то процентном соотношении, но это не серьезно. И так далее. То есть, нет тут ничего такого сверхъестественного. Вот. Если вы научитесь работать с директ-командером, научитесь работать здесь со статистикой, научитесь работать с статистикой здесь, в директе, и работать с вот этими отчетами и веб-дизером, этого вполне достаточно для того, чтобы сделать относительно чистую рекламную кампанию. Хочу заметить, именно я говорю про рекламную кампанию. То есть, люди к вам приходят, и эти люди действительно хотят у вас купить. То есть, вы смотрите на ваши ключи, которые можно отсортировать и посмотреть, и понять, что, например, художник по росписи стен, это хороший ключ, люди сидят. Ну, вот сидят ли они? И дальше начинать думать. А вот 14 секунд – это из-за того, что ключ плохой или потому, что у вас лендинг не очень, то есть, его надо доперить? И так далее. То есть, здесь дальше уже идут вот эти те самые, о которых мы вначале говорили, воронки продаж. То есть, в воронки продаж нужно идти снизу вверх. Проблема в чем? В том, что лендинг плохо закрывается, в том, что… Ну, сначала менеджер, потом лендинг, а уже потом только реклама. Можно ли сказать, что холодная ключевая фраза – это высокочастотная ключевая фраза? Нет. Это разные вещи. То есть, холодная ключевая фраза – это, например, ключ, который мало относится к вашей тематике. Например, у вас… Вы продаете септики, но при этом дачный туалет. Вот дачный туалет – это горячая ключевая фраза или холодная? Вот по теплоте, к септикам, вот как вы это нанесете. Будете называть холодная. Хотя это может быть фраза «дачный туалет в Абрамцево». Ну, или «дачный туалет» и так далее. Все.